Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, мы продолжаем серию интервью на самоизоляции. Поколение, воевавшее в 1941-1945 годах, было поколением победителей. Эти люди обладали определенными чертами характера и качествами. Сегодня существует огромное количество курсов по лидерству, но воспитать поколение лидеров не так-то просто. Возможно ли? Какое отношение к этому имеют поправки в Конституцию? Расскажет гостья нашей программы Ирина Дирижова, член общественной организации «Офицеры России», руководитель проекта «Мы – победители. Наследники победителей». Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Любовь! Вы знаете, у нас сегодня с вами очень необычная тема, она сложная на самом деле, потому что мы будем говорить о поколении победителей и о том, как это поколение воспитать. И я знаю, что у вас в рамках вашей программы есть научная диагностика, где вы определяете выдающихся лидеров Великой Отечественной войны и тех качеств, которыми они обладали. Вот скажите, к вам часто приходят люди? Вы все-таки общественный деятель, вы еще и психолог. Часто ли вы встречаете вот эти уникальные качества среди наших соотечественников, современников, среди молодежи? Да, Любовь, с удовольствием расскажу. Мы некоторое время ведем проект «Мы – победители. Наследники победителей». И он очень масштабный по направлениям, но в каждом направлении мы пока сделали такое пилотное начало, скажем так, для того, чтобы вот теперь, когда, так сказать, многое отработано с научно-практической точки зрения, начать его расширять и масштабировать. Что я хочу сказать? У каждого рода и у каждого человека есть свое качество победителя. И это совершенно потрясающе красивый, интересный процесс – это качество выявить, его обнаружить. Человек после того, как мы проводим интервью, буквально расцветает. И что, с чем мы столкнулись в нашем исследовании? Качество победителя, так мы его назвали, наследуется. То есть такое качество, которое было у деда, например, или прадеда, ну, в зависимости от того, с кем из потомков мы общаемся, коммуницируем, такое же качество, как мы потом определяем, было и у этого деда или прадеда, который участвовал, к примеру, в Великой Отечественной войне. Развивая проект, мы сейчас уже и такое направление развиваем, когда он связан не только с Великой Отечественной войной, мы сейчас применяем его для спорта, для артистов. Но, конечно, одно из наших любимых направлений – это именно патриотическое, чтобы проследить вот эту уникальную связь поколений. Ирина Эдуардовна, скажите, пожалуйста, а вот каким набором качеств обладали те победители, да, что это за понятия, что это за убеждения, то есть к чему стремиться нам? Потому что сегодня существует огромное количество школ, которые учат лидерству, да, которые пытаются формировать этих победителей. В 41-м году этого не было, понимаете? Но мы выиграли войну. Вот что это были за люди? Да, я начну с примера, потому что мне кажется, что так просто интереснее и понятнее. Первым официальным участником проекта стал мой хороший друг. До него мы проверяли эти методики на близких, на, так сказать, тоже профессионалах. И вот когда я предложила это своему первому другу, он с огромным энтузиазмом согласился. И он сам сын очень интересного человека и тоже очень интересный человек. Его папа Алексей Моресьев, а друга моего зовут Виктор Моресьев. Алексей Петрович Моресьев – это наш известнейший герой Советского Союза, человек уникальный, то есть никто не сомневается, что, так сказать, он победитель. То есть этот человек, может быть, кто-то не знает из молодого поколения, человек, который 18 дней находился в лесу, выжил, нашел своих, передвигаясь с двумя ранеными, тяжело ранеными ногами, после крушения своего самолета. Самолет был подбит фашистами, и он нашел своих, он выжил. Он остался в душе совершенно непоколебимым, ну вот во всем, что было в нем до этого. И далее он сделал, свершил еще один подвиг. Он встал вновь в строй, он вернулся в авиацию после того, как его ноги были ампутированы. Он долгое время доказывал всем, кому мог, медицинской академии, медикам, военным, что он может вновь летать, что он хочет и может летать. Он это сделал, он научился для этого танцевать на протезах. И это протезы несовременные, на которых уже теперь, может быть, это и не так удивительно. Это были совсем другие протезы. Я дружна с его сыном и знаю очень многие подробности. То есть это герой настоящий. И вот, я проинтервьюировала Виктора. Он рассказал очень много подробностей про папу. И мы с ним пришли даже вот к общему выводу буквально одновременно. Это было, так сказать, просто вот как озарение качества победителя, которое ему помогло победить. Это была уникальная вера в свою правоту. Для меня, может быть, оно было даже несколько неожиданным. Потому что до этого это были такие качества, как сила, смелость, вера в победу, сила духа, мужество, честь и отвага. А здесь вот вера в свою правоту. То есть какая, а на самом деле, какая сильная уверенность именно в себе была у этого человека. И именно в своей индивидуальной правоте вот это помогло передвигаться 18 дней. Вот это же качество унаследовал Виктор. Это же качество унаследовал сын Виктора. То есть это совершенно уникальная плеяда, в общем, исключительных людей. Вот интересный пример, мне кажется. Он такой наглядный. И я перечислила уже многие другие качества. То есть помогали честь, любовь к родине, желание защитить свою семью и ответственность перед семьей и перед родиной. То есть в людях тогда и был внутренний патриотизм, и он воспитывался. То есть все-таки были особые нравственные принципы, которые в те годы прививались. И много в этом было хорошего. Мы не будем сейчас рассматривать весь масштаб, всю палитру событий. Но много было прекрасного, много было того, что помогало людям воспитать в себе эти качества и предъявить их жизни, когда потребовалось. То есть когда началась война. Люди были готовы победить. Они во многом уже были воспитаны как победители. Они были воспитаны как сильные личности, готовые противостоять трудностям. Это очень важно. И, конечно, не только для тех времен. Сейчас, слава богу, нет войн. Но в жизни каждого человека встречаются индивидуальные ситуации, когда вот это качество победителя как нужно, очень нужно. И сейчас много великолепных программ кратких, которые так, так и так готовят. Много отличных книг по поводу лидерства. Кстати, я вот не так давно прочитала книгу. Сейчас ее покажу. Вот буквально закончила пару месяцев назад лидерство по-русски Вячеслава Никонова книга. То есть, кстати, на самом деле, да, на самом деле ведь тоже, так сказать, говорится о лидерстве, о, так сказать, внутренних победах. Вот. И эти книги читать нужно и можно. Это очень важно. Но кроме этого, очень важно найти, выделить именно свое качество, да, и поддерживать это качество в себе, в близких, когда нужна индивидуальная победа. Вот сейчас у нас сложное время, да, то есть идет, в общем, эпидемия. Очень нужно активировать в людях вот эти качества победителя. Это просто становится сейчас краеугольным камнем, фундаментом выхода из ситуации. Кто-то может себя держать, так сказать, на хорошем, таком победном духовном уровне. Кому-то требуется временная поддержка, да. И вот активация этих внутренних сил очень важна. И в нашем проекте мы получили вот на основании научных, интереснейших, многогранных исследований такой вот ключик, да. И применяем его, и просто поражаемся красоте результатов. Ирина Эдуардовна, спасибо. История, которую вы рассказали, просто, знаете, мурашки по телу побежали. Это потрясающе, невероятно. Вы знаете, ну, я раскрою небольшую тайну для наших телезрителей. Я знаю, что вы принимали, и, наверное, будете также, может быть, принимать дальше, самое активное участие в поправках в Конституцию. И то, что касается истории, здесь тоже с вашей стороны была инициатива. Может быть, вы расскажете о ней? И почему это важно для нынешнего поколения лидеров, победителей? Да, спасибо. Это для меня ценный вопрос, потому что долгие годы работы предшествовали тому, что вот мы готовы были, когда потребовалось внести предложение в поправки к Конституции. Эти поправки, которые мы внесли, касаются воспитания молодого поколения и касаются важности сознания. Мы собрали форум, большой форум на площадке, предоставленной аргументами и фактами. Спасибо им большое. В этом форуме участвовало около 90 лидеров общественных организаций и объединений. Со всей России люди съехались. Мы сделали резолюцию, то есть внесли поправки, сделали резолюцию этого форума и отдали поправки на рассмотрение в Государственную Думу членам рабочей группы по поправкам, в Совет Федерации тоже, чтобы, так сказать, они туда же, ну, для надежности, как мы решили, направили наши поправки. И вот поправка номер один была о том, что необходимо все-таки в государственном масштабе воспитание молодежи, скажу так, воспитание детей и подростков, потому что молодежная политика очень важна, но это была тема отдельная и тоже, причем, была на эту тему поправка от нас. Вот по поводу воспитания детей и подростков. Мы считаем, что это во многом ответственность государства, нашего российского государства, чтобы такое воспитание нравственное, духовное проводилось на уровне Конституции. Сейчас есть огромное количество документов, законов и стратегий, в которых прописано, что это воспитание проводиться должно. Вы знаете, мы должны констатировать факты, мы сделали это на форуме, что не все сейчас притворяется в жизнь. Видимо, есть какие-то сложности, а раз они есть, то можно вывести это на другой уровень, более высокий, на уровень конституционный. Вполне нормально, потому что там есть статьи очень частного характера, как очень общего, так и частного. Воспитание, воспитание подростков и детей – задача важнейшая. Вот на наш взгляд, это, ну, после, так сказать, может быть, такой общей безопасности вообще наипервейшая задача, потому что дети и подростки – это наше будущее, это безопасность страны, это проект на уровне национальной безопасности воспитания. Поэтому, на наш взгляд, конституционный уровень этой поправки – это вот абсолютно, так сказать, соизмеримо. Но пока, насколько мы поняли, вот по некоторым предварительным слушаниям они были прерваны к ситуации с коронавирусом, эта поправка пока не включена в конституцию. Вот мы были очень расстроены, но, может быть, еще не все потеряно, потому что, может быть, была какая-то, ну, какой-то сумбур уже в конечных, так сказать, заседаниях, потому что наступала эта эпидемия, и, может быть, еще можно что-то довносить. Вот сейчас, видимо, будет это представлено, так сказать, этот событийный ряд, как нужно будет действовать. И еще важнейшая поправка, она, в общем-то, об этом же, о важности сознания и жизни человека. Мы внесли поправку резолюции нашего, вот, так сказать, массового форума о том, что государство должно защищать сознание, жизнь человека, достоинство. Туда же, кстати, можно включить, вот даже сейчас, по, так сказать, уже опыту событий и здоровье. Обо всем, об этом частично есть уже сейчас статьи конституции, но, например, о достоинстве, например, так сказать, о жизни. Но немножко все сведено к какому-то материальному плану, да, то есть есть статья, что конституционно защищается жизнь человека. И следующее, что смертная казнь, так сказать, то есть, ну, про смертную казнь. Все-таки мы люди, безусловно, духовные сущности. Тело является нашей неотъемлемой частью, но это наше продолжение, да. Если мы так будем относиться к себе, ко всем окружающим нас людям, то мы тогда будем большими победителями. Вот это уже, я думаю, то, что, в чем все уверены. Ирина Эдуардовна, спасибо вам большое. Поправки, о которых вы сказали, я надеюсь, что они все-таки войдут в новую редакцию конституции, да, потому что они очень важны, действительно. Я вас благодарю. Спасибо вам большое за ваш проект, за ту большую работу, которую вы делаете. Она очень важна. И я вас поздравляю с этим годом победы. Ведь несмотря на то, что мы находимся на самоизоляции, этот год, эту победу мы будем праздновать весь 2020-й. Спасибо вам большое. С праздником вас. С праздником вас. Всего доброго. Спасибо. И в завершении программы я хочу добавить, что воспитать поколение победителей – это не такая простая задача. Но нам, родителям, в помощь всегда придут фильмы, книги, а также подвиги, которые совершали наши предки во время Великой Отечественной войны. С вами была программа «В движении». До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова